Приветствую всех зрителей канала Кухонное КБ. В сегодняшнем видео мы будем делать бункерный магазин для моего пневматического пистолета-пулемета. Делать его будем по образу и подобию бункерного магазина пистолета-пулемета «Дрозд» Ижевского механического завода. Очень помогла данная картинка, найденная мной в интернете. Большое спасибо человеку, разместившему ее. Дай ему Бог здоровья. Что стало понятно из этой картинки? Бункерный магазин состоит из шнекового подавателя для шариков, сделанного из стальной пружины, электродвигателя с редуктором и фрикционного сцепления. Служащего для защиты двигателя от перегрузок во время принудительной остановки шнека. Пружина закреплена только с одного конца, в то время как второй конец ее остается свободным. Это нужно для подпружинивания шариков, потому что во время досылания шариков в ствол происходит обратный ход шариков. Это очень хорошо видно на сделанной ранее мною анимации. Устройство магазина хоть и простое, как 3 копейки, но имеет некоторые нюансы, на которых стоит поподробнее остановиться. Толщину вала нужно подбирать таким образом, чтобы шарики заходили под витки пружины. В противном случае, при остановке шариков в подаватель, они просто-напросто будут вымещаться витками пружины наверх. В случае же, когда шарики заходят под витки пружины, то они не вымещаются наверх, а наоборот прижимаются к валу. И когда освобождается место для очередного шарика, начинают поступать дальше в ствол. Пружина была взята из дозатора от жидкого мыла, и размер ее оказался весьма кстати. В качестве вала использовал стержень от гелевой ручки. Вот можете видеть, диаметр вала и размер пружины оптимальный. Далее необходимо изготовить фрикционный диск, на который будет надеваться пружина. Берем шестерню от какого-то принтера, накручиваем ее на болтик и помещаем в дрель, где при помощи напильника придаем нужный диаметр, чтобы пружина плотно накручивалась. Намечаем окружность, по которой ножницами по металлу обрезаем лишнее, дабы уменьшить размеры диска. Для обработки в дрели получаем вот такой вот фрикционный диск. Надеваем его на вал и примеряем нашу пружинку. В качестве корпуса подавателя используем цилиндр от одноразового шприца. Наша пружинка туда неплохо подходит, но имеет некоторый люфт, то в принципе не очень нам полезно. Обрезаем цилиндрик на нужную нам длину. В качестве оси взята спица от старого советского мопеда. Помещаем ее в дрель и зашлифовываем наждачкой. В итоге получаем очень гладкий вал. Вот так это выглядит в сборе. Опорную втулку для вала вырезаем из плотной пластмассы. Это кусок стрелочной изоляции. Чем-то напоминает очень плотный полиэтилен. Высверливаем в нем отверстие под шарики и расширяем его сверлом на шесть. После высверливаем отверстие под вал, а потом замечаем, что образовалась большая ступенька. Поэтому рядом высверливаем отверстие как нужно. И при помощи маркера намечаем будущую форму нашей втулки. Вот что получилось в итоге. Надеваем шприц на нашу втулку и примеряем к нему вал. Пружина уже заранее подкорочена как нужно. Далее выпиливаем прорезь под шарики. И наблюдаем за тем, как шарики ровным строем поступают прямо в трубку. Фикционное сцепление было взято от старого видеомагнитофона. Здесь уже имеется все, что нужно. Шестерня, снабженная фетровым кольцом для повышения сцепления. Пружинка и втулка, перемещая которую, можно регулировать жесткость сцепления. Соединяем шестерню с нашим фрикционным диском и собираем весь этот узел вместе. Собираем наш шнековый подаватель и двигатель приклеиваем на термоклей. Примерно так получилось. Откладываем пока в сторону. Далее занимаемся самим бункером. Корпус бункера будем делать из старой крышки от DVD-плеера. По линейке процарапываем пластмассу при помощи полотна для ножовки по металлу. Процарапаем где-то на одну треть и отламываем как при резке стекла стеклорезом. Подравниваем все грани и обнаруживаем, что данная шестерня нам не очень подходит. Она очень большая и скрадывает внутреннее пространство. При этом шнековый подаватель находится под углом. При таком расположении шарики будут скапливаться внизу и заклинивать его своим весом. Поэтому для уменьшения габаритов решил применить червячный редуктор с передаточным числом 10. При частоте вращения двигателя в 15 тысяч оборотов вал должен вращаться со скоростью 1500 оборотов в минуту. Вот что получаем в итоге. Приклеил войлочную шайбу к шестеренке. И вот так вот примерно будет располагаться двигатель. Примеряем наш подаватель на место. И маркером размечаем место, которое он будет занимать внутри. Для склейки пластмассы я применяю дихлорэтан. Продается в любом радиомагазине. Очень хорошо растворяет верхний слой пластмассы, после чего детали свариваются между собой. Наносим растворитель на обе поверхности для лучшего результата. И таким же образом склеиваем все детали. Тонкие места укрепляем дополнительными деталями. Далее обнаружилась такая проблема, что при принудительной остановке шариков, за счет эластичности корпуса шприца, шарики залазят внутрь него. И зазор между корпусом шприца и пружины также способствует этому. Поэтому изготовил вот такой желоб, по которому будут скатываться шарики. Расверлил в нем отверстие и проточил паз как раз по размеру шарика. Затем надфилем проточил направляющие шлицы, при помощи которых желоб сцепляется с корпусом шприца. И довольно хорошо там держится. Затем в бункере проточил посадочное место под подаватель. И затем вклеил желоб на его законное место. Затем при помощи круглого напильника сточил выступающие внутри части, которые мешали бы вращаться пружине. Далее ставим наш подаватель на место. И вставляем во втулку специально подготовленную трубку от сахарной ваты. Это нужно для формирования канала под шарики. Затем берем холодную сварку и заклеиваем ею отверстие. И формируем наклонную поверхность, по которой шарики будут поступать в подаватель. Вот что получается после застывания сварки. Здесь видно место стыкования канала подавателя и стыковочной трубки. Далее необходимо изготовить обойму, которая будет вставляться в рукоятку. Для этого в родной обойме заклеиваем все отверстия скотчем. И при помощи двустороннего скотча приклеиваем на пластмассовую поверхность. Как вы могли догадаться, будем делать с нее слепок при помощи силикона. На этот раз использую бесцветный силикон, который добавляет тонер от лазерного принтера. Решил провести такой эксперимент, заменив крахмал в составе тонером. Для самостоятельного производства черного силикона. Как показали опыты, наличие порошка в силиконе, будь то крахмал, не знаю, или мел там насыпать, приводит к его быстрому отвердеванию. Не знаю, с чем это связано, возможно, при перемешивании частицы порошка несут на себе воздух, который приводит к преждевременному застыванию силикона. Однако данный состав с тонером застывает дольше, чем состав с крахмалом. Верхние слои схватываются где-то за пару часов, тогда как полное застывание происходит за пару суток. Зато нет такой усадки, которая присутствует при использовании крахмала. Вот что получаем в итоге. На самом деле у меня этот слепок пролежал месяца два, прежде чем до него вновь дошли руки. Затем берем медный провод виниловой изоляции и выбираем более-менее ровный его кусок. Далее при помощи термоусадки доводим его диаметр до нужного нам размера. Обоему будем делать из полиморфуса. Для этого замачиваем его в воде. И когда он приобретет прозрачный цвет, запрессовываем его в нашу форму. Пластик быстро остывает, поэтому помещаем его снова в воду. И после размягчения залепливаем туда наш провод, формируя канал под шарикой. В очередной раз погружаем нашу форму в воду. И затем прижимаем наш полуфабрикат к ровной поверхности. У меня она алюминиевая. На алюминии остывает быстрее. Затем вынимаем нашу обойму из формы. И обрезаем все лишнее при помощи ножа и ножниц по металлу. Затем примеряем обойму на место. Входит как родная. В патроннике имеется выступ, который нажимает специальную пимпочку в магазине. У нас этой пимпочки не будет. Поэтому, чтобы выступ нам не мешал, мы нагреваем нашу самодельную обойму при помощи зажигалки. И вдавливаем ее на свое место. Обойма прилегает вообще без зазора. Даже лучше, чем родная. Затем вытягиваем наш провод из обоймы, но не до конца. Потому как работа с ней еще не закончена. Затем помещаем наш пистолет на место. И выгибаем провод, формируя изгиб канала подавателя. Надеваем сверху трубку от сахарной ваты для формирования перехода от бункера к обойме. И при помощи полиморфуса формируем изогнутый канал подавателя. Пластик очень быстро застывает, поэтому поверхность его греем зажигалкой и добавляем еще материал. Те части, которые не должны нагреваться, отделяем от пламени при помощи ножа. Затем разогреваем поверхность и накрываем сверху второй половинкой. Вот что получаем в итоге. Теперь наша обойма будет держаться в корпусе без дополнительной фиксации. Обойма будет разделяться на две половины, иначе по-другому провод оттуда не вытащит. Половины будут соединяться при помощи вплавленных в них стальных штырей. Отрезаем все лишнее, и вот что в конце концов получается. Далее вынимаем ненужный уже провод. Обойму соединяем с бункером при помощи переходной трубки. И на каждом этапе проверяем взаимодействие всех узлов. Иначе смысла продолжать уже нет. И второй раз уже убеждаюсь, что металлический червяк с пластмассовой шестерней не очень хорошо дружит. Она просто расплавилась. Поэтому была взята шестерня от моего предыдущего редуктора, который я делал для пистолета. И вот такие детали нам понадобятся для изготовления новой шестеренки. Вырезаем фрикционный диск. Затем обтачиваем его при помощи надфиля. И высверливаем отверстие под втулку. Втулка подходит замечательно. Чтобы не покоцать зубья, вплавляем шестеренку в пластмассину. И высверливаем отверстие. Далее при помощи пайки соединяем три наших детали. Вот такая шестеренка получилась в итоге. Центруем наш вал при помощи изоленты внутри цилиндрика. И фиксируем задний опорный кронштейн. Одна точка крепления его будет вплавлена в корпус. А другая крепится болтиком. Для крепления двигателя сделал специальную скобу. Все крепится на болтах. Не люблю использовать термоклей там, где без него можно обойтись. Собираем наконец-то все детали воедино. И вот что-то такое у нас получилось. В бункере делаем отверстие под шарики, в которое помещаем трубку. Шарики будут просто засыпаться вовнутрь. И по идее при переворачивании не должны оттуда высыпаться. Между корпусом и трубкой остается зазор, в который должен проходить только один шарик. Крышку специально сделал прозрачную, чтобы было видно все нюансы работы и возможные недочеты, которые в последующем придется устранять. Ну и наконец приходит время для испытаний. Помещаем наш бункер на место. И необходимо как-то вместить вовнутрь редуктор. Выбираем все, что мешает при помощи бормашинки. И примеряем редуктор на место. Вроде ничего не мешает. Для закрепления редуктора на ствол была надета пластиковая трубка от катушки для ниток. Нагрел ее в кипятке. И после остывания она хорошо обжала ствол. И теперь редуктор не смещается относительно пистолета. Внутри все очень впритык. И отрегулировать вот эту тягу стоит больших трудов и времени. Получившаяся частота вращения вала составляет около 1200 оборотов в минуту. Остается только засыпать шарики в бункер. И испытать пистолет в боевом режиме. Итак, давайте уже попробуем стрельнуть. Первый раз это делаю, так что удивляться будем вместе. Пистолет травит. Поменял клапан. А толку хоть бы... Чего-то заклинило. Вот, как видим, в подавателе застрял шарик. В будущем, чтобы такого не происходило, нужно сделать будет кнопку реверса магазина. Либо внутренние поверхности доработать таким образом, чтобы ничего не застревало. Заряжаем заново. Шипение страшное идёт. Ну, всё по делу. Сейчас от неё ничего не останется. Одни дырочки. Заряжаем заново. 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 но такое получилось у нас видео конечно не так и себе это представлял ну да ладно есть конечно проблемы еще над которыми нужно поработать следующее видео я думаю выйдет уже про готовый автомат остается сделать отсек под батарейки который будет представлять из себя фальш магазин также сделать складной приклад но и отделочные работы конечно такие как установка плана квивера покраска и всяческий обвес на вроде коллиматоров и тактической рукоятки но на сегодня это пока все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал кто не хочет пропустить следующие видео до новых встреч в эфире с вами был канал кухонная кб всем пока а